В гостях у сотрудников музея учащиеся 17-й школы. В роли преподавателя главный хранитель Наталья Зимина. В качестве наглядного пособия выставка «Жить надо с восторгом». Оформлением экспозиции занимались специалисты Культурно-исторического центра Красноярска. Каждый из посетителей, конечно же, обратит внимание, что она, эта выставка, сделана не так, как были в предыдущие годы. Я думаю, назаровцы сумеют по достоинству это оценить. Я думаю, что очень много неожиданного нового смеют увидеть жители нашего города. Я не буду рассказывать, что именно конкретно, но думаю, что эта выставка понравится и оставит очень хорошее впечатление. Итак, начнем с того, что Марина Алексеевна Ладынина говорила. «Я горжусь, что родилась и выросла в Сибири». Как же так? Хотя ее родители, папа был из Смоленской области, предки мамы жили на Украине. Как же так получилось, что семья Ладыниных оказалась в Сибири? Рассказ о семейном древе Марины Ладыниной, истории любви ее родителей, о ее жизни, начиная с рождения, периодически прерывается голосом самой артистки. Аудиозаписи со вспоминаниями нашей землячки – одни из ценных экспонатов выставки. «Я работала в Московском художественном театре. Вы представляете, что это стало для меня? Принимать участие в спецэстах, в которых играли Иван Михайлович Москвин, Василий Иванович Кончалов, Ольга Леонардовна и Питер Чехов. И можете понять мою право, когда по окончанию института, я получила приглашение в группу театра». «Я узнала, что у нее был любимый театр. Она ушла из театра из-за любви к… Он был режиссер, я как знаю. Ну вот, он ее забрал как из театра. Я даже не ожидала, что она наша землячка. Я говорю за свой голос, что у нас есть два земляка, которые с экрана, которые выступают». «Все очень рассказывает очень интересно, подробно, очень жизнь у нее была яркая, интересная. Мы рады, что у Назарова есть такие хорошие, добрые люди, талантливые, яркие». Такие уроки будут проходить вплоть до 18 октября, дня открытия кинофорума. Сотрудники музея уверены в их стопроцентной посещаемости. По крайней мере, 10 групп уже записались на экскурс в прошлое. Ольга Степанкова, Василий Шумаков, Новости 24, Назарова.